Доброе утро, друзья! Десятое марта на календаре. Вторник. С началом новой, короткой рабочей недели вас. Пусть она принесет легкие и правильные решения. Яркие эмоции со знаком «плюс» и отличное настроение. А еще интересные сюжеты в нашей программе. Сегодня мы с Ириной Герасимовой отправимся в кинозал на романтическую комедию «Отель Белград». Эй, вещи мои, верни! Даша? Привет. Вместе с Ириной Тарасовой посчитаем кольца и спутники Сатурна. С шаром эту планету особо не сравнишь. Она сплющена с полюсов, потому что очень быстро вращается. С Аглаей Уткиной проследим за ловким и дерзким воришкой. Четвероногий озорник вмиг оказался на шестиметровой высоте. А вот вызволять его оттуда пришлось офицерам местной службы по охране животных. А еще наведем порядок в кухонном шкафчике. Сделаем такую вешалку для пакетиков со специями. Посмотрим сюжет о герое Великой Отечественной войны. Если, допустим, сядешь на землю отдохнуть, то я уже не могу стать без помощи товарища. И развенчаем миф о непримиримой вражде кошек и собак. Но начнем мы это утро со сводок Совинформбюро от 10 марта. От Советского Информбюро. 10 марта 1942 года. На одном из участков Северо-Западного фронта наши части после упорных боев овладели тремя населенными пунктами. Среди захваченных трофеев 5 противотанковых орудий, 2 миномета и 20 пулеметов. Летчик-сержант Кузнецов за одну ночь произвел 4 боевых вылета на бомбежку вражеского аэродрома. Утром наши разведчики донесли, что на немецком аэродроме в результате боевых действий экипажа товарища Кузнецова уничтожено 14 немецких самолетов. 10 марта 1943 года. Наши войска, продолжая развивать наступление, овладели городом Белой Смоленской области. Взятые трофеи подсчитываются. Партизаны отряда, действующего в одном из районов Белоруссии, в феврале месяце пустили под откос 6 немецких железнодорожных эшелонов с живой силой, боеприпасами и продовольствием. В результате крушений разбито 6 паровозов, 69 вагонов и платформ. 10 марта 1944 года. Войска 2-го Украинского фронта, возобновив наступление, на широком фронте прорвали обороны немцев и разгромили Уманско-Христиновскую группировку противника. О подлинных размерах поражения немцев можно судить по огромному количеству трофеев, захваченных нашими войсками. На всем пути от реки Горный Тикич до города Умани дороги забиты танками, самоходными орудиями, бронетранспортерами и автомашинами, брошенными противником. Преследуя разбитые части врага, наши войска ворвались в город Умань. Гитлеровцы пытались любой ценой удержать этот город в своих руках, чтобы выиграть время и привести в порядок разбитые дивизии. В результате ожесточенных уличных боев наши танкисты и пехотинцы сломили сопротивление немцев и овладели городом. 10 марта 1945 года. В Венгрии, северо-восточнее озера Болотон, противник усилил свою группировку эсэсовскими танковыми дивизиями и продолжал атаковать наши позиции. Ожесточенные бои продолжались и днем, и ночью. Советские воины, отбивая атаки крупных сил танков и пехоты противника, проявляют непоколебимую стойкость и мужество. Бессмертный подвиг совершил командир взвода, младший лейтенант Киселев. Когда вражеский танк ворвался в расположение нашей части, лейтенант с противотанковой гранатой бросился под гусеницы танка и подорвал его. Товарищ Киселев погиб смертью героя. Пулеметчики, братья Василий и Андрей Черных, пропустив немецкий танк через свой окоп, открыли огонь из пулемета, последовавший за танком пехоте, и истребили группу гитлеровцев. Танк повернул обратно и стал утюжить окоп, в котором находились пулеметчики. Выбрав удачный момент, братья Черных подорвали танк гранатой и уничтожили немецких танкистов, пытавшихся спастись бегством. Что такое шумовка? Как это слово появилось? Что нужно для яркой фотографии? Интересный момент. Фотоаппарат под рукой. И хорошая реакция у фотографа. А еще фантазия. Иногда, чтобы сделать запоминающийся снимок, необходимо добавить в окружающий мир маленькую деталь. И тогда выйдет отличный кадр. С настроением! Наш зимний ответ традиционному морскому солнышку в ладошке. А в варежке-то оно даже теплее. Как давно вы были в кино? А отель «Белград» уже посмотрели? Если нет, наш сюжет об этой романтической комедии будет как нельзя кстати. Посмотрите его даже если предпочитаете боевики или фантастику. Мы же еще пригласительные в «Люмен» предложим выиграть. А по ним можно сходить на любую картину, премьера которой состоялась 10 дней назад. Доброе утро! Мы снова в кинотеатре «Люмен». И хотя сезон отпусков еще не начался, сегодня отправляемся в отель «Белград». Фильм «Отель «Белград»» – это продолжение одной из сюжетных линий сериала «Отель и Леон», а точнее любовной истории его героев Павла Аркадьевича и Дарьи. Успешный бизнесмен, владелец отеля в Сербии Павел ведет привычный им образ жизни, закатывает пьяные вечеринки, наслаждается всеми прелестями жизни холостяка. Более случая, он оказывается в непростых отношениях с местным мафиози. И чтобы разрешить этот конфликт, соглашается жениться на безумной дочери бандита, которая пылает к Павлу безответными чувствами. Если хотите, заберите мой отель, только не убивайте. Хорошо, отпустите его. Путешествуя по Европе, Даша оказывается в Белграде и случайно встречается с Пашей. После долгой разлуки они все еще любят друг друга. Эй, вещи мои верни! Даша? Привет. Теперь героям предстоит выяснить, способны ли это чувство преодолеть все преграды, которые им приготовил Белград. А ты уже женился? Нет. Сестра моя. Поцеловала на тебя не как сестра. В Сербии так принято. Эй, сначала. Вот. На создание фильма авторов вдохновили творение Эмира Кустурицы. Режиссеру было важно помимо романтики, динамичных сцен с погонями и встреч расставаний, передать атмосферу Белграда, маленьких сербских деревень и обаятельный местный колорит. Эвакуация хозяина. Фильм вышел в прокат 5 марта, так что вы уже можете посмотреть его в кинотеатре «Люмен». Да и выиграть парочку бесплатных пригласительных тоже не возбраняется. Для этого ответьте на вопрос, кто исполнил роль Павла, владельца отеля. Ваши ответы принимаются сегодня с 9.30 до 10 часов по телефону 60 67 74. Всем удачи и приятного просмотра! Спонсор рубрики кинотеатр «Люмен». Торговый центр «Универмаг». Четвертый этаж. Знакомьтесь, это Леся. Можно сказать, этой кошечке повезло. Ее подбросили прямо в подъезд дома, где живет один из волонтеров центра. С тех пор она в лохматом друге. Очень милая, ласковая. Смотрите, какое чудо. Ну, чудо-рожь чудесное. Шерстка вся блестит. У нее даже есть какие-то породистые корни, скорее всего, британки. Вот единственное, что пока мы были на улице, у нас отморожено одно ушко. Ну, это нас совсем не смущает. Мы хорошие, ласковые кошечки. И ждем своего хозяина. Сейчас Лесе два года. Она любит играть и ласкаться, ест сухой корм, стерилизованно. И эта очаровательная кошечка очень хочет переехать в теплый и уютный дом. Вы заметили, разные люди интересуются совершенно разными вещами. Одни всю жизнь мечтают поехать в Египет, чтобы своими глазами увидеть пирамиды. Другие хотели бы пообщаться с известным композитором или художником XIX века. А третьи – потрогать кольца Сатурна. Вот спрашивается, зачем им эти кольца? Что в них такого притягательного? Может, стоит присмотреться к ним поближе? Ирина Тарасова уже присмотрелась. Сейчас поделится с нами своими впечатлениями. Здравствуйте! А почему бы нам с вами не отправиться в космос и не рассмотреть поближе Сатурн и его знаменитые кольца? Это вторая по величине планета Солнечной системы. И при этом она обладает маленькой плотностью. Этот показатель у нее даже ниже, чем у воды. Просто состоит огромная планета в основном из газов. И только ядро Сатурна твердое. С шаром эту планету особо не сравнишь. Она сплющена с полюсов, потому что очень быстро вращается. Сформировалась эта планета, как и остальные, более 4,5 миллиардов лет назад. А вот кольца у нее появились позже. Точное время не установлено. Но ученые считают, что произошло это 4 миллиарда лет назад. Как они возникли, тоже большая загадка. Возможно, кольца состоят из многочисленных комет, астероидов и бывших спутников. Они разрушились из-за сильнейшего гравитационного поля Сатурна. Оно притягивало и буквально взрывало все, что попадало в зону его воздействия. По другой версии, кольца – это остатки большого околопланетного облака. Из его внешней части образовались спутники Сатурна, а внутренняя так и осталась космической пылью, из которой состоят кольца. Их толщина чрезвычайно мала по сравнению с шириной. Судите сами. Толщина около 20 метров, а вот ширина около 100 тысяч километров. Кольца впервые обнаружил Галилео Галилей в 1610 году. Но даже не понял, что он открыл. Именно о кольцах ученые заговорили лишь спустя 50 лет. И с тех пор их постоянно изучают. Даже с Земли. Из-за движения Сатурна по орбите кольца медленно поворачиваются к нам то одной, то другой стороной. Но каждые 15 лет они располагаются к нам ребром. И тогда их нельзя разглядеть в самые мощные телескопы. А еще у планеты 62 спутника. И на одном из них даже возможна жизнь. Они очень разные по размеру. От 5 с лишним тысяч километров в диаметре до 10 километров. Самый крупный – Титан. Процессы, происходящие в его атмосфере, схожи с теми, что миллиарды лет назад можно было обнаружить на юной Земле. И еще несколько интересных фактов о планете. На ней бывают полярные сияния. Год здесь длится 30 земных лет. А сутки – 10 с половиной часов. Во время бурь и штормов на планете можно увидеть мощные разряды молний. И самое главное – с Земли Сатурн виден невооруженным глазом. А имея под рукой любительский телескоп, можно и его кольцами полюбоваться. Самая правда, на них еще не смотрела. Но говорят, стоит попробовать. Распродажа техники прошлого года. Скидки до 50%. В корпорации «Центр». Смотрите смарт-телевизор «Филипс» за 14 990. Можно и в рассрочку. Доставим в квартиру бесплатно. В честь 8 марта норка от 39. Кожаные куртки от 5900 рублей. С 5 по 10 марта. Ла-Ла Антилоп. Мы с вами тысячу раз наблюдали картину. Залезает какой-нибудь кот на дерево, а потом полдня мяучит на весь квартал. Слезть боится. А люди переживают. Спасателям звонить начинают. Мол, приезжайте, снимайте, а то ведь он там голодный, холодный. Но вот вопрос. Кто-нибудь когда-нибудь несчастный скелетик усатого полосатого на дереве видел? Нет. Слезет или спрыгнет. Он это умеет. А вот что делать, если на дерево собака заберется? Доброе утро в эфире Бредовости и вот о чем я вам расскажу сегодня. Глаза боятся и лапы не делают. Идея достойная особого внимания. С удочкой, но не рыбак. Теперь об этом более подробно. Ловко взбираются вверх по деревьям не только кошки. Жительница Канзаса, собака по кличке Олда, наверняка гордилась своим поступком. Но животное не учло главное. Залезть это полдела. Ведь потом нужно будет еще и слезать. Четвероногий озорник вмиг оказался на шестиметровой высоте, а вот вызволять его оттуда пришлось офицерам местной службы по охране животных. Как долго продолжалась эта спасательная операция неизвестно, но говорят, у Олда так вымотался, что оказавшись в безопасности, тут же крепко заснул. Менеджер родной спицерии Нью-Йорка Мэри Эллой очень любит животных. Ей в голову пришла отличная идея. Женщина стала распечатывать фотографии брошенных четвероногих друзей, которые ждут хозяев в приюте, и помещать их на коробке с пиццей. Таким необычным способом удалось пристроить уже несколько собак, так что на коробках с закусками теперь появится и фото брошенных кошек. Кроме того, с женщиной уже связались главы пиццерии и ресторанчиков из других штатов. Следующее видео говорит о том, что с удочкой ходят не только рыбаки, а вернее не только те, кто хочет поймать рыбу. Незнакомец, снятый камерой видеонаблюдения в Мельбурне, с помощью своего рыболовного орудия умудрился подцепить ожерелье, висевшее на манекене одного ювелирного магазина. Кадры с этой дерзкой и довольно оригинальной кражей широко распространились в интернете. Несмотря на то, что вор явно наделен смекалкой, преступление есть преступление, так что все надеются, что рыбака скоро поймают и заставят ответить за содеянное. И это все бредовости на сегодня. Следующую подборку ждите уже завтра, а прямо сейчас в эфире нашего канала «Гороскоп». Овен. Не спешите с новыми проектами, особенно если еще не завершили предыдущие дела, а вот на работу ни в коем случае не опаздывайте. Телец. Вам улыбнется фортуна. Именно сейчас вы сможете наметить новые рубежи, разработать перспективные планы, обрести надежных партнеров. Близнецы. Душа ваша будет рваться вперед, отчаянно не желая ждать, пока руки доделают всякие мелочи. Вам понадобится терпение и вера в успех. Тогда все получится. Рак. Сразу приступайте к своим профессиональным обязанностям. Вам многое удастся сделать. Возможно, даже воплощение в жизнь давно взлелейных замыслов. Лев. Вероятно, знакомства, встречи, поездки, поступления информации. Если хотите что-то успеть, не пытайтесь принимать участие во всем и использовать сразу все возможности. Дева. Ваша уверенность в себе должна повыситься. Возможно, неожиданные изменения места проживания или работы. Весы. Не бойтесь трудностей. Бесплатный сыр бывает только в мышеловке. Вас ждет проверка или экзамен. Покажите, на что способны. Скорпион. Все будет складываться именно так, как вы хотите. И в любви, и в делах. Сложности закончатся сами собой. Вам не придется больше подстраиваться под других. Стрелец. Сосредоточьтесь на перспективных делах. Возможно, начало стремительного продвижения по карьерной лестнице. День может быть суматошным, но прибыльным. Козерог. Не доверяйте аферистам. Случай, представлявшийся счастливым, может оказаться лишь соблазнительной приманкой. Боритесь с унынием, и ваши усилия будут вознаграждены. Водолей. Во всем соблюдайте меру. Особенно в еде и развлечениях. Сейчас вы привлекаете к себе людей активностью и открытостью. Не слишком ли вы распыляетесь? Рыбы. Самое время проанализировать ситуацию и выбрать пути дальнейшего развития. И это касается как деловой жизни, так и личной. Подумайте о дополнительном источнике дохода. Мы продолжаем повтор сюжетов из архива телерадиокомпании «Заречный» о горожанах, которые участвовали в Великой Отечественной войне. Кто-то из них и в этом году отметит День Победы. Кого-то с нами уже нет. Но живы родственники, друзья, знакомые, коллеги. У них есть возможность вспомнить своих близких. У нас с вами услышать непридуманные истории от участников грозных событий. «Заречный» И действительно, его активности может позавидовать даже непоседливый ребенок. Застать его дома крайне сложно, потому что даже будучи пенсионером, он продолжает работать. Говорит, что с детства не привык сидеть без дела. В селе Городище, где вырос Валентин Конаков, работы всегда хватало. Может быть, он так и остался бы там жить. Работал бы в колхозе, построил дом, женился. Да вмешалась война. В 1943 году 18-летний Валя был призван в ряды Красной Армии. Медицинская комиссия определила его в воздушно-десантные войска. Укладывать парашют, прыгать с аэростата из самолета Валентин Николаевич учился в учебной части. От части до аэродрома мы шли пешком. За собой несли вот эти парашюты. Тогда транспорта не было, мы на себе парашюты несли. Парашют весит 16 килограмм и запасной 8 килограмм. И еще выкладка снаряжения, оружие, материальная часть. А я был радистом второй номер. У меня была упаковка питания, а у первого был, значит, прием-передатчик. А упаковка питания, она гораздо тяжелее, 12 килограмм. И если, допустим, сядешь на землю отдохнуть, то я уже не могу стать без помощи товарища. Выручить однополчанина дело чести, рассказывал нам Валентин Николаевич. Бросить раненого товарища в бою, да такого просто быть не могло. За время, проведенное в учебке, красноармейцы стали, если не родными братьями, то самыми лучшими друзьями. Объединяла их общая цель – освоить военное дело и прогнать с русской земли фашистов. Да так, чтобы больше никто не посмел посягать на свободу нашей Родины. Тогда Валентину Николаевичу казалось, что каждый день, проведенный в учебной части, длится целую вечность. Нас вот не отправляли на фронт, мы возмущались, мы писали, значит, докладные, чтобы нас отправили на фронт. Потому что нам было обидно, значит, мы уже второй год находимся, значит, в тылу. Мышление у нас было такое, что если я не впаду на фронт, как я приеду, буду отчитываться перед своими родителями. И знакомые, что вот я был, значит, вроде служил в армии, а на фронте не был. На передовой Валентин Конаков все же побывал. Свой боевой путь он начал в Венгрии. Штурмовал Будапешт. Город поразил его не красотой архитектуры, а полуразрушенными домами. Кругом полыхали пожары, и танки, танки, везде были немецкие танки. Ценой жизни многих красноармейцев в столице Венгрии была освобождена. Те, кто выжил, среди них наш сегодняшний герой, продолжили гнать фашистов. Было уже апрель месяц, распутится. И земля, значит, была, так оттаяла. Вот, и эти наши танки не могли пройти. Они на поле боя, значит, пробуксовывали, и, значит, не могли двигаться. Ненависть к захватчикам заставляла советских бойцов идти дальше, несмотря на то, что прикрытия в виде танковой брони не было. И вот один из танка, командир, люк открывает, а я как раз бежал в это время рядом, услышал его разговор. Вот, говорит, я, значит, с 41-го года воюю, и ни разу не встречал, чтобы впереди танков, значит, солдаты, в общем, бежали. Поскольку Валентин служил радистом, его основной обязанностью было обеспечить бесперебойную связь. У меня были два телефониста, они заболели, значит, куриной слепотой. Они совершенно не видели, тем более в ночное время. И вот мне пришлось их тянуть за собой, вот, а сам, значит, вперед, вот, кабель нужно было прокладывать, одного за руку брать, а второй по кабелю шел, чтобы не отстал. За то, что Валентин Конаков спас жизнь своим товарищам, его наградили медалью за боевые заслуги. После победы, несмотря на множество боевых наград, продолжать карьеру военного фронтовик не захотел. Свою жизнь он связал с профессией строителя. Он возводил здания в Электростале, Красноярске, Брянске и нашим родном Заречном. Валентин Николаевич много лет проработал на производственном объединении «Старт». До сих пор он состоит в заводском совете ветеранов, помогая бывшим фронтовикам и труженикам тыла в решении их проблем. За Валентином Конаковым закреплены две улицы – Заречная и Светлая, где проживают более 60 его подопечных. Как рассказал нам ветеран, все они для него давно стали добрыми друзьями. Мы желаем тебе, дорогой, дух десантника в сердце хранить, Чтобы в жизни ни дух никакой не порвал твоей бодрости нить. В юбилей, в юбилей, в юбилей, за столом среди верных друзей, Ты десантник бывалый смелей, чтобы стало душе веселей. И десантник бывалый смелей, чтобы стало душе веселей. Чувствую, благодаря нашим лайфхакам порядка в ваших шкафчиках прибавляется. Но наверняка они все еще лежат на своих местах. Не беда, впереди очередной полезный выпуск. Смотрим! Продолжаем раскладывать все по полочкам. Сначала разберем кухонный шкафчик. Сделаем такую вешалку для пакетиков со специями. Разложим специи в баночках таким образом. А чтобы все пакетики в шкафу были аккуратно закрыты, используем такой замок из трубочек. Здорово же! Запоминайте! Что такое шумовка? Как это слово появилось? Слово переводится с польского как «снимать пену». Да, шум по-польски – это не громкий звук, а пена. Шумовка – это большая плоская ложка со множеством мелких отверстий для прохождения жидкости. Изготавливается чаще всего из металла или пластмассы. Вот говорят, живут как кошка с собакой. При этом имеют в виду, что люди постоянно ссорятся, что-то делят, никак не могут найти общий язык. А кто, собственно, решил, что кошка с собакой живут именно так? Бывает и по-другому. Смотрим! Милые ребята, наверное, они просто не знают, что им положено все время ссориться. Может, и нам стоит забыть прежние обиды и недоразумения и со всеми помириться. Зачем нам добрая ссора? Теплого, душевного вам дня, друзья! И дружеского общения! Надеюсь, завтра увидимся! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин